Здравствуйте! Меня зовут Сергей Нескромный. Я профессиональный гравировщик по коже, по образованию художник. И мне моя работа нравится. С некоторых пор, уже года три, я занимаюсь обучением гравировки по коже. То, что я преподаю на занятиях, я покажу и вам. Начинаем с того, что кожа коровья, не слоеная, растительного дубления. Когда я выбираю ее в магазине, я ее смачиваю. Если моментально вода, влага уходит в кожу, значит, эту кожу можно попробовать. Например. Ну, как правило, в смысле, осечек не бывает. Если кожа немножечко, ну, немножко не сразу впитывает, значит, она чем-то пропитана уже. Дубление было не растительного дубления, а какое-то смешанное дубление. Ну, я так думаю. Я не химик. И обработкой кожи никогда не занимался. Вот. Тот кусок кожи, который мне нужен на проект, я вырезаю. С запасом, ну, сантиметра-полтора, с краю оставляю еще бортик, для того, чтобы потом ровно подрезать, чтобы кожа немножко удержала свою форму, что ли, за счет этого непробитого борта. Вот, обрезал, замочил в теплой воде, не в горячей, в теплой, где-то на полчаса. Обычно я это делаю с вечера, чтобы утром начать работу. Вот, как только кожа начинает принимать свой естественный цвет, возвращаться к своему цвету, с ней уже можно работать. Причем, перед тем, как переводить рисунок, например, на кожу, я еще раз подмачиваю кожу, чтобы более ярким оставался след переводимый. Ну, вот, как-то так. С задней стороны, для того, чтобы кожу не вело, кожу не выгибало, вот, я клею скотч. Вот, здесь его нет, здесь он есть. Вот, скотч немножко сдерживает, и кожа не расходится. Ну, а потом легким движением, как бы, достаточно легко снять. Когда-то, там, некоторое время назад я приклеивал кожу. Маленькие проекты вообще никак не трогал. Брал, как бы, и работал так. Ну, было неудобно, и кожу выгибало. А в большие проекты я приклеивал на пластину МДФ, например. Но ее все равно немножко подгибало, и начиналось брякание. А вот со скотчем, как бы, можно всегда поправить немножко, если чуть-чуть выгнули. Ну, в общем, скотч помогает. Вот, первое занятие я даю попробовать шарнирный нож. В данной ситуации сейчас японский профессиональный шарнирный нож на подшипнике, с хорошим лезвием, очень хороший инструмент. Как попал мне в руки, так я его выпустить не могу. Это недорогой шарнирный нож, с регулировкой верхнего ложа. В лезвии чуть попроще. Ну, в общем, этот нож попроще. Ну, как правило, я его использую для учеников, потому что, ну, таких не напасешься. Это уже, как бы, для личного приобретения. Опять же, японский нож, он, вот, есть один из вариантов, он узенький. Очень хороший, качественный нож. Есть еще у меня вот такой нож, я им проработал несколько лет, очень хорошего качества, тоже сразу сел в руку, тяжеленький такой. Очень мне нравится нож, я им работаю. Стоит керамическое лезвие. Первое упражнение, это работа шарнирным ножом. То есть, правильно в ложе ложится палец, ставится на угол и пошел. То есть, сначала нужно учиться вести, просто вести с необходимым давлением. Конечно, сейчас я показываю там это 5 минут, но на самом деле, нужно потратить немного больше времени для того, чтобы добиться определенного результата. Второе упражнение с ножом, это с поворотом. То есть, подключаем пальчики. Без рисунка, без ничего. Просто подкручиваем немножко пальчиками. То есть, слишком слабая линия, сложно будет работать следующим инструментом. Слишком глубокую тоже не надо, большой усилий. Следующее упражнение, это повернуть нож по кругу. Так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Один из вариантов, половину закрываем отсюда, половину отсюда, половину отсюда, половину отсюда, кожа немножко тянет, она совсем в состоянии, хорошая, иногда попадается кожа, когда нож прям скользит, как корабль по поверхности океана. Ну, то, что касается работы ножом, вот такое упражнение с нажимом, нажали, вышел нож, сжатие, вышел, нажали, вышел, нажали, вышел. То есть такая линия нам тоже пригодится в работе. Нажали, вышел, нажали, вышел. Есть собственные, ну, отдельные техники, когда надрезанием, как бы, только надрезанием делают картинку, вот там это проявляется очень хорошо. Легко пошли, нажали, вышел. То есть каллиграфическое линию. Вот то, что касается упражнений с шарнирным ножом. Следующий инструмент, это пятка. Они бывают разного размера. Я делаю еще плюс к покупным фирменным пяткам. Делаю свои собственные пяточки, где угол немножко больше скошен. То есть в узких местах где-то нужно пройти там. Ну, как бы, достаточно часто пользуюсь. Ну, то, что касается пятки. Пяточка ставится ровно в линию, не где-то с краю. Ровно в линию делается удар специальным молотком. Молоток может быть и плоский, и может быть сделан из киянки. Использована киянка деревянная. Ну, мне в руку сел вот такой фирменный молоток. Ну, начинал я вот с таких самодельных молоточков. Это мой первый молоточек. Вот я им до сих пор пользуюсь изредка. Здесь бронзовая болванка для веса и жесткости. И обклеена кожей. Но кожа по мере износа меняется. То есть, вот эта кожаная насадка, она для того, чтобы не портить инструмент. Без нее работать нельзя. Вот этот очень хороший, удобный молоточек. То есть, это одиночный удар, который оставляет зазубренный след от инструмента, от пятки. Но вообще вся работа происходит в серии мелких ударов. Как на швейной машинке. Пятка двигается буквально на миллиметр. Сюда постоянно туда. Упор, обратите внимание, делается не на инструмент, не вот так. А упор идет на руку, на мизинец. Вот инструмент лежит в этой щели. Не нависает, а прямо вот становится в щель. Без надежды. Тогда есть свобода перед инструментом. Ну, достаточно важно, чтобы след оставался ровным и чистым. Поэтому иногда необходимо подростать. это то, что касается пяток инструмент груши он используется для ударного моделирования то есть можно провести вот так нужно провести боком боком проводишь упор происходит на одну сторону они продаются разного размера для того, чтобы пройти где-то в мелком элементе в крупном элементе чем чище мы проходим груши тем меньше нам потом подглаживать и подправлять инструмент крючок все крючки у меня самодельные фирменные, к сожалению, не прижились хотя они есть в наличии, но самодельным удобнее работать прежде чем работать крючком я кожу смачиваю для того, чтобы не рвало при поднимании то есть ставлю в том месте где это необходимо и происходит удар то есть кожа приподнимается ну и желательно, чтобы она высохла именно в таком положении без нажатий без каких-то усилий и тогда подъемы останется в полной мере если вдруг при шитье швейной машинки или еще что-то где-то зацепили это место можно всегда приподнять еще раз вот эти крючки у меня разного размера более мелкого около 8 штук то есть для более узких мест то, что касается ударного основного инструмента вот такой инструмент покупной называется ложка их продаются разными размерами с разными концами он для моделирования для подглаживания то есть можно поправить все недостатки от удара груши ну вот такой инструмент у нас в мастерской его называют утюжок вот сделан из натфиля один из первых моих инструментов и как-то прижился в руки и переделывать не хочется то есть с одной стороны он плоский с рабочей стороны он закругленный угол снесен и заточен под небольшим прям вот небольшим уголком то есть этим инструментом можно подправить все линии выгладить если что-то там неверно можно надавить и сработать вместо пятки но не так глубоко получится не такой глубокий след то есть иногда это и нужно вот иногда нужно снести край например угол тоже используется этот же инструмент этот инструмент стилус то есть остро заточенная палочка шлифованная на конце ну не совсем прям чтоб резало то есть для того чтобы там например нанести фактуру где-то поправить в глазах то есть мелких вещах там и так далее линию расшипелить вот то что то что мы проходим на первом уроке до встречи еще один урок вырезание дубового листа очень эффектный элемент часто используется на движении американцев чтобы не было никаких разговоров об авторских правах и я его нарисую сам вовремя а а а а у а а ну и а Ещё один элемент, это жёлуди. Жёлуди. Начинаю я и надрезать, и моделировать. Сверхлый элемент. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Опять же пробиваю ее, чтобы понять сверху или вверх. Опять же пробиваю. Здесь я прохожу вью, немножко послабже. Здесь, как обычно, везде проходит. Здесь я потом фоновый инструмент. Здесь я прохожу. Здесь я прохожу. Здесь я прохожу. При таком ударе получается, что этот лист уходит под верхний. В общем-то не мешает моему замку. Здесь я прохожу. Здесь я прохожу. Здесь удар послабже, чтобы поменьше цеплять пяткость в соседний элемент. Пробитый. Пробитый. Пятки внизу. Я скруглю желудок. Обратной стороной пятки. Это я прохожу. Активируем. Проверку. Следующий этап это поднимание крючком. Если кожа суховатая, лучше смочить, чтобы не порвать. Вот такой инструмент, это самодельный инструмент. Следующий инструмент груши. Теперь я опускаю те элементы листа, которые необходимы. Моя задача сейчас оставить вот такие рыжки. Это будет выступающая часть листа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Следующий инструмент ложка Это покупная ложка фирменная Используется для заглаживания Избирания недостатка после удара Для самостоятельного моделирования тоже можно использовать Конечно же Мне комфортнее Основной объем задать с грушей Потом ложкой только подгладить Субтитры создавал DimaTorzok Следующий инструмент утюжок Или гладилочка Самодельный инструмент Тоже для самостоятельного моделирования Или подглаживания Задняя поверхность у него полукруглая Конец Кончик у него не острый Немножко снесен Я имею возможность Убрать угол, например И имею возможность Подгладить неровность линии Следы от удара Некорректные Могу немножко Чуть-чуть и приподнять Слегка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующий этап Опускание фона Я это сделаю двумя инструментами Это фоновые инструменты Просто разной формы И одинаковой фактуры То есть более узким я залезу В труднодоступные места Ну и где посвободнее Я буду бить уже вот такой квадратный Сначала пробиваю все по контуру Аккуратно, чтобы не зацепить сам элемент Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно еще раз просмотреть, где мы что пропустили, где-то подгладить ложкой, где-то утюжком И убрать эти недостатки Опять беру шарнирный нож и наношу график Это последний этап На живой день На шляпке Вот такая надсечка На кончике внизу поставить вот такой элементик С нажимом показываю рядом Нажали, выше Нажим, выше Каллиграфическая линия Наче будет просто скучно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошая intervention Гор tau еще один год заднюю сторону заклеиваю скотчем чтобы не было правиться при ударе приклеится так что будет тяжело сниматься перед тем как переводить рисунок я еще раз смочу пусть кожа впитает будет переводиться нормально еще один из вариантов создания проекта это фотография розы делаю я ее специально немного стилизовав уже на проекте я могу ее вырезать создать композицию из таких роз тоже можно взять кальку обрисовать контуры своего проекта и набрать композицию из разных отфотографированных роз на просвет перерисовав и дорисовав стебельки в листочки это не сложно что тогда может не или или не вы 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 Конечно, любую фотографию Можно использовать какие-то нехарактерные линии и формы Лучше за такие не браться Потому что потом приходится их узнавать Что это за роза или что это за лист Здесь немножко добавлю, что боли у него нет, но картинка была Здесь можно посмотреть явно не хватает одного листика Можно добавить стебель для наглядности и дорисовать листь Песня. 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 Эту форму здесь мы далеко не убираем, чтобы нам было удобно подсматривать за формой. Сначала я пройдусь по контуру. Я пяточка меня не очень нравится, как он может пропадать. Это более ровно. Я пяточка меня не очень нравится. Я пяточка меня не очень нравится. Я не боюсь залезть на соседний предмет. Мне выгодно, что он немножко вниз ходит. Вот здесь я буду аккуратно. Я пяточка меня не очень нравится. Я пяточка меня не очень нравится. Я пяточка меня не очень нравится. Я пяточка меня не знаю. Начну с передней части. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угол наклона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА